Ты прям меня на гугл-картах описал. Ты не можешь никуда ни позвонить, ни написать. Терпим, терпим. Много выигранных дел. Лучше, чем ваше описание, которое написали к самому товару. А там крысы, мыши. Ну, мы вам их обратно прислать не можем, но деньги мы с вас списывать будем регулярно. Я желаю данному продавцу выиграть данный суд. Не оскорбляй Яндекс. Всем привет! Это подкаст Честно Про. Меня зовут Макс Зыков. И Егор Василов. Обсудим сегодня самые интересные новости из мира маркетплейсов, бизнеса и стартапов. Погнали! Сумма исков к Вайлдбери за год выросла в 17 раз. Это и мы сейчас говорим про 2023 год. С маркетплейса через суд в этом году требовали 11 миллиардов 235 миллионов рублей. Всего с начала года в российских арбитражных судах зарегистрировано 1584 иска в отношении Вайлдберрис от разгневанных покупателей, продавцов, владельцев ПВЗ и даже госструктур. Всего на данный момент суды одобрили взыскание на 227 и 7 миллионов рублей. Что здесь интересного? Ну вот эта сумма, кстати, 11 миллиардов, это понятно, что это в целом как бы фуфло такое, потому что из этих 11 миллиардов на 10 миллиардов это всего один иск от Никаса Сафронова был. Ну то есть он просто зарядил такой типа с вас 10 миллиардов. В общем суд этот отклонил сразу этот бредовый иск, но в целом на больше чем 1 миллиард рублей требований к Вайлдберрис от разных его контрагентов, назовем это так. Что интересно, год еще не закончился, а количество исков уже увеличилось в два раза. Я думаю, что большинство исков именно, то есть так как в конце года прошлого Вайлдберрис начал всех штрафовать, в этом году, в начале особенно года прям был пик активностей по штрафам и большинство исков за вот эти удержания самого маркетплейса люди пытаются в суде взыскать за необоснованное обогащение Вайлдберрис, то есть они просто взяли и украли деньги у продавцов. Ну например есть еще и дело, там этот пенсионный фонд России пытается взыскать с Вайлдберрис 47 миллионов за них в свое время на предоставление ежегодной отчетности о страховом стаже сотрудников. Все сейчас пытаются с них содрать деньги и это кстати нормально то, что получается они сами выросли в денежном эквиваленте в два раза, штрафов к ним тоже выросло, ну претензии к ним тоже выросло в два раза, так что в целом все нормально. Но хочется, чтобы все продавцы тоже поимели с Вайлдберрис и доказали свою правоту. Мне еще интересно сколько вот из этих исков, то есть там подано на 1 миллиард, ну там с копейками, не считая там Никаса Сафронова, сколько из этих исков будет удовлетворено, а сколько Вайлдберрис реально будет пытаться защищаться? Ну сейчас уже одобрили на 227 миллионов рублей, то есть это имеется в виду, что 18% от суммы исков, которые, ну реальные иски, то есть от миллиарда 200, 227 миллионов уже одобрили, то есть это вот 18%, то есть суд встал на сторону продавцов. И сейчас действительно много прецедентов, то есть много выигранных дел именно со стороны продавцов за то, что Вайлдберрис незаконно списал с них деньги. То есть суд встал на сторону продавца. И это как раз многим продавцам, у которых там на балансе минус, да, вот вам реальный пример и практика, да, то есть вы можете посмотреть в открытых вот этих источниках, какие были аргументы приведены сторонами, да. И те случаи, где именно суд встал на сторону продавца, посмотреть те аргументы, которые были приведены и, собственно, если у вас такая же проблема, то вы можете использовать вот те же самые аргументы, чтобы доказать в суде свою правоту. Ну мне интересно, что сейчас будет делать Вайлдберрис, если у них там предыдущий год условно в два раза меньше, это 800 исков, сейчас уже 1584, через год будет 3000 исков. Какой у тебя должен быть юр-отдел, который будет это все переваривать и, ну, как-то по-другому, наверное, надо эту проблему решать для них? У них свой юридический отдел занимается исключительно там какими-то своими задачами, а вот эти вот все суды и иски от продавцов и вот всякая-то мелочевка, это исключительно аутсорс. То есть они это за счет аутсорса расширяют свои возможности. Я уверен, что у них есть конкретная градация, что если, например, сумма иска там, не знаю, 30 или там 50 тысяч рублей... Да, никто даже со стороны Вайлдберрис не пойдет разбираться и тратить время, потому что выезд там юриста на заседание стоит дороже. Это, опять же, к тем, кто хочет подать иск против Вайлдберрис, неважно, вы продавец, либо вы покупатель, вы должны знать, что если у вас сумма исковых требований там меньше, чем 50 тысяч рублей, вы можете спокойно идти и, скорее всего, со стороны Вайлдберрис никто не придет и суд встанет на вашу сторону. То есть это такой маленький, опять же, лайфхак. И про это, кстати, вот сразу следующую новость хочу рассказать. Россиянин засудил Вайлдберрис из-за платного возврата. Житель одного из сел Тамбовской области заказал на Вайлдберрис автодеталь стоимостью 200 рублей, но на пункте выдачи мужчина заметил, что товар не соответствует описанию и использовать по назначению его нельзя. При этом за возврат с него сняли 100 рублей. Он, в общем, не смирился с этим, пошел в суд и в суде выиграл. На суд со стороны Вайлдберрис никто не пришел. Даже ему специалисты из Роспотребнадзора помогли составить вот эту жалобу. 100 рублей ему вернули, возместили за моральный вред 1000 рублей и обязали сам маркетплейс оплатить штраф в размере 550 рублей и госпошлину 700 рублей. Понятно, что для Вайлдберрис это пыль. Но в целом, с точки зрения покупателя, вот вам пример, что вы можете отстаивать свои права. В данном случае понятно, что речь идет о сумме 200 рублей, 100 рублей. Но если вы принципиально хотите доказать свою позицию, это классный пример. То есть вы должны знать, что даже если там реально будет сумма 10 тысяч или 20 тысяч рублей, со стороны Вайлдберрис никто, скорее всего, не придет. И вы, скорее всего, выиграете суд, если вы приведете в суду правильные аргументы, которые будут ссылаться на конкретные факты и на конкретные статьи из закона. Да, поэтому хочешь, чтобы на сайте Роспотребнадзора или где-то в социальных сетях у них регулярно публиковались примеры того, как заполнять это заявление, если вам пришел неправильный товар, как заполнять заявление на платный возврат на маркетплейсах и так далее. Потому что есть ситуации, в которые попадают сотни людей каждый день, и если будет там адекватно, что ты зашел, ввел какие-то параметры, тебе готовое заявление выдалось, ты его пошел, отнес. А не ты там сидишь, разбираешься, где взять это заявление. Для многих это колоссальная проблема. Ну, я согласен. Тут важно тоже, если у нас государственные органы будут максимально помогать и провоцировать всех людей идти в суды, суды будут тоже завалены вот этими делами. И я думаю, что это тоже никому не надо. Разбираться из-за 100-200 рублей, ну, тоже бы тратить время государственных чиновников, органов, ну, тоже это довольно бредовая история. Когда у нас люди думают, что судья – это должность, ты что, он такие дела решает. А по факту 90% дел, они вот такие вот идиотские. Извиняюсь, это грубо звучало, идиотские. Понятно, что кто-то хочет отстоять свои права, и там уровень денег для каждого свой, и для человека, возможно, эти 200-100 рублей были очень дороги. Но в целом, если мы посмотрим стоимость часа работы судьи, да, и стоимость дела в виде там 100-200 рублей, конечно, это, ну, государство тратит деньги впустую, так скажем. Нет никаких сомнений, что YouTube в России рано или поздно у нас заблокирует. Чтобы не терять нас и смотреть прикольные наши подкасты, наши классные ролики, подпишись на нас обязательно в TikTok, во Вконтакте, в Яндекс.Дзене, да и вообще, где тебе удобно, мы есть практически везде. Ссылки будут в описании к этому выпуску. Следующая новость тоже относится к штрафам, и она мне очень нравится. К Вайлдберрис подан рекордный в этом году судебный иск от поставщика на 202 миллиона рублей. Обувная компания, такие бренды, как Enzo, Logana и Logata требуют с маркетплейса 202 миллиона рублей. Владелец обвиняет Вайлдберрис в мошенничестве. 21 тысяча пар обуви пропало на складах Вайлдберрис. А еще несколько тысяч сгрызли крысы. Владелец, что говорит, что они начали получать товар возвратный, а там крысы, мыши, открываешь каждую коробку, там 5 дохлых мышат, все изгрызано. На каком основании они начали нам возвращать такие пары? Мы давали нормальные. У них там чума, какое-то нашествие крыс или мышей. По договору написано, в каком состоянии забрали, в таком и должны вернуть. В общем, компания расторгла уже договор с Вайлдберрис. Вайлдберрис потребовали вернуть весь товар, пока его не доели грузины. Но тут снова сюрприз. Оказалось, что из 34 тысяч пар обуви на базе Вайлдберрис оказалось всего 13 тысяч. Продавец подозревает, что их нелегально продали, переклеив штрих-коды. Они пытались пойти на мировую с Вайлдберрис, но не добились никакого возврата ни денег, ни товара. И считают, что их обувь живет своей жизнью и продаются на маркетплейсе уже какими-то своими другими способами. Вот пример того... Серьезного иска. Да, серьезного иска. Все-таки 21 тысяча пар обуви – это прям очень много. И я еще и уверен, что там еще куча дополнительных проблем. То есть, ты представляешь, если у них на складе лежало 21 тысяча пар обуви, какие это деньги за хранение, я сейчас даже боюсь представить. То есть, учитывая, что за последние только 3 месяца Вайлдберрис поднял стоимость хранения в 5 раз, то есть, ну, они уже, конечно, наверняка расторгли договор с Вайлдберрисом, но если бы это на сегодняшний день перевести, то есть, я думаю, что это там вплоть до 100 тысяч в день за хранение. Да даже сколько стоил возврат, если мы там предположим логистику по 70 рублей? Ну да, то есть, если 21 тысячу умножить на 71, то есть, сколько это в деньгах? Да много. И представь этот бедный ПВЗ, в котором лежат 13 тысяч пар обуви. Это получается, если я правильно посчитал, что это только миллион четыреста за обратный возврат. И тебе приезжает вот это, что ты не можешь потом никак не переупаковать, не проверить. Ты ничего с этим не можешь сделать, тебе просто прислали мышей каких-то в коробках. Жесть вообще, у меня, так как мы тоже занимаемся и занимались продажей обуви, да, мы в начале этого года возвращали часть обуви со складов Вайлдберрис. И примерно такая же история, то есть, у нас из 100 пар, там, порядка 10, это реально там все погрызано мышами. То есть, внутри говно мышиное. Поэтому я прекрасно этого понимаю человека, у которого, ну, ладно, у нас там, ну, может быть, там, не знаю, 300-500 пар обуви, да. Но когда у тебя из 34 тысяч 21 тысяча вообще пропали, а остальные там 13 тебе пришли, и из них половина сгрызана мышами. Ну, конечно, это такой ужас вообще просто. Поэтому я желаю данному продавцу выиграть данный суд и взыскать с Вайлдберрис все деньги. И, в частности, сколько сумма? 202 миллиона рублей. Вот желаю, чтобы вот эти деньги пришли на счет поставщику. Нужно обязательно наказывать Вайлдберрис за такое халатное отношение. Конечно, особенно если за хранение ты платишь каждый день там по 50 копеек за хранение своей там пары обуви, и она просто потерялась по какой-то причине, где-то там лежит. И непонятно, где еще часто бывает такое, что тебе приходит товар на возврат, он где-то идет-идет, потом фигак потерялся, и потом тебе Вайлдберрис единственное, что предлагает это отменить возврат собственного товара. И он навсегда теряется у тебя. Да, у меня так висит, наверное, около сотни товаров. То есть те, которые они прислали на возврат, но они не дошли, они висят в статусе там где-то там на поиске. На поиске, да, и все. И ты такой, а, у тебя единственная возможность это просто отменить, и все, и он исчезнет бесследно. А кто мне будет возмещать деньги? Извините, 100 товаров, это у меня огромные деньги. Я сейчас, если я там несколько попробовал, это было еще давно, там просто отменить, хоп, они все просто исчезли, как будто никто никому ничего не должен. Я сейчас просто висит и висит, жду хоть какой-то реакции. При этом, если ты пишешь в техподдержку, там тебе просто отвечают, типа, да, вы можете отменить просто доставку, и все. А то, что ты им написал, так это мой собственный товар, и вы его мне сами оформили на возврат, то есть это их вообще, они даже на это игнорируют, как будто нет этого вопроса. Просто плати денежные еще, за хранение сейчас пишут, они где-то там лежат в Новосибирске. Ну, мы вам их обратно прислать не можем, но деньги мы с вас списывать будем регулярно. Потом никогда в жизни ничего не перезапишем. Самое интересное, кстати, во всех вот этих описаниях данных исков и иски, которые поданы к Wildberries, и я сам, ну, у меня тоже опыт есть, да, я там две досудебных претензии писал Wildberries, никто на них не отвечает. То есть это абсолютно у них готовый алгоритм работы с контрагентами в области судебных решений, да. То есть если раньше, там, когда-то давно я слышал истории, что если ты пишешь в поддержку, тебе там игнорируют, ничего не отвечают, да, то ты пишешь досудебную претензию, и, возможно, тебе кто-то ответит хотя бы на досудебную претензию. Сейчас вообще просто полный игнор. То есть у них сделан отдельный раздел с досудебными претензиями, то есть есть, ну, условно, окно, в которое ты можешь эту судебную претензию отправить, да. Ты отправляешь эту досудебную претензию, ты отправляешь ее на почту, в которой ты требуешь, там, вы должны в срок, там, до 30 дней предоставить ответ на досудебную претензию. Просто полный игнор. То есть сейчас ты не можешь никуда ни позвонить, ни написать, ни спросить, ничего, то есть ты полностью лишен обратной связи, единственное, что ты можешь, это действительно только подать в суд и в суде прийти объяснить, получается, что в данном даже случае, что ты придешь в суд и высокая вероятность, что с их стороны, со стороны Wildberries тоже никто не придет, то есть обратной связи от Wildberries не будет никакой, вот сейчас такая ситуация, про нее вы должны знать. Также наш подкаст выходит в аудио формате на площадках Яндекс, Музыка, Apple, Подкасты и многих других, слушай и подписывайся там, где тебе удобно, ссылки мы опубликовали в описании. Спортмастер запускает собственный маркетплейс, на сайте уже появился раздел с другими брендами, на новом маркетплейсе можно продавать только спортивные товары, мне кажется, это одно из самых уникальных решений, там за все инструменты. Ру они идут, теперь спортивный маркетплейс у нас появился, жду, чтобы какой-нибудь Дэна сделал маркетплейс электроники, где ты адекватно можешь прийти, посмотреть товар, ну как это принято в магазине, вернуть его, у тебя будет квалифицированный сотрудник, который в состоянии понять, брак это не брак и так далее. Сейчас в маркетплейс там в тот же Wildress и Ozon ты приходишь и сотрудник смотрит на свой бракованный товар, ну я в нем ничего не понимаю, я не специалист и хочется, чтобы были специализированные товары там по детскому, свой маркетплейс, по электронике свой, спортивный свой и так далее, и так далее. 100% я буквально на прошлой неделе ехал в дороге и мы сидели в машине, обсуждали, по-моему, новость, что в спортмастере идут хреново дела, ну что типа у них вот оффлайновая розничная сеть, продажи падают, ну и это в целом объективно, потому что маркетплейсы, конечно, отжирают сейчас, что у MVideo, да, хреново дела идут, что у спортмастера. И мы сидели, обсуждали, я говорю, ну на фоне такого развития колоссального маркетплейсов настолько очевидным кажется решение для спортмастера создать свой маркетплейс спортивных товаров и на базе текущих магазинов сделать, опять же, пункты выдачи и плюс начать развивать еще другие пункты выдачи и специализироваться именно на спорттоварах. Я думаю, ну блин, ну это же решение, которое нужно было принимать еще три года назад, ну потому что настолько очевиден был тренд, и вот сейчас, хоп, выходит новость про то, что спортмастер становится маркетплейсом, ну наконец-то хоть куда-то они пошли. Я, конечно, всю свою жизнь ненавидел спортмастер, мне он никогда не нравился. Вот эти вот какие-то китайские некачественные товары, но в целом специализация на спортивных товарах, она в целом прикольная, и я бы тоже, если бы был специализированный маркетплейс, который направлен именно на спортивные товары, я бы с удовольствием покупал там, а не на каком-нибудь Wildberries. Потому что ты хотя бы можешь там прийти, там эту резинку раскрыть, как-то ее проверить, гантели там, ну с какой-то долей вероятности. Потому что я тоже не представляю, как на Wildberries там заказать 10-килограммовую гантель. Те же две придет, ну как это сотрудник должен в целом поднять? Ну то есть это курьер должен как-то донести, сотрудник Wildberries должен как-то поставить на полку, полка может трухнуть, но даже 20 килограмм на полку не поставить. Или тренажер какой-нибудь, блины себе заказать. Где-то же люди должны это делать, почта России, ты же блины 50 килограммов не отправишь. Да и вообще хочется какой-то профессиональной экспертизы, если ты действительно покупаешь узкоспециализированный товар. То есть если это спорт, хочется, блин, покупать его там, где люди разбираются. И хочется еще и опции, ну действительно, что это оригинал, перепроверка оригинала или перепроверка на какое-то качество. То есть вот за... мне кажется, что сейчас будет большой тренд на вот такие дополнительные сервисы на маркетплейсах. То есть потому что просто рынок наводнили невероятно огромное количество подделок во всех направлениях. И я думаю, что нас ждет дополнительные сервисы вот эти на маркетплейсах с какими-то вот, не знаю, перепроверка на оригинал, да, там, возможно, какие-то еще функции. Они будут точно появляться. В частности, вот я уже приводил пример в одном из наших подкастов про Poison. Я сам там пару раз заказывал на Poison. Блин, классно. Вот прям круто. Сам маркетплейс перепроверяет товар на оригинальность. И тебе перед отправкой, тебе как клиенту, там, фотографируют, там, не знаю, сертификаты, сам товар. Не знаю, там, смотрит, нет ли на нем царапин, каких-нибудь трещин и так далее. Причем, давай поясним, он перепроверяет не просто, как делает это сейчас в Айлберис сертификаты соответствия. Он открывает товар, ну, то есть, сотрудник квалифицированный, он смотрит там, ну, по определенным методам, ну, каким-то чек-листу каждый товар, и он в состоянии отличить подделку условную от оригинала. Да, и если на товаре есть какие-то дефекты, то есть, например, я там очки брендовые, например, заказывал, да, дорогие, то он тебе прямо там, ну, не знаю, там, вот есть какая-то маленькая точечка на линзе. Да, то есть, вы согласны, ну, там, заказывать его или не согласны. И он, как специалист, не будет пальцем стирать эту точечку, потому что может, опять же, повредить. Он тебе просто говорит, ну, вот есть точечка. Да, то есть, вы можете согласиться, да, что типа с этой точечкой там забирать все-таки эти очки. Либо там отказывайтесь, и мы их отправляем обратно, с вас никаких денег не берем. Ну, блин, это прям суперкруто. Вот после этого невероятное доверие к этому маркетплейсу, прям хочется заказывать еще и еще. Надеюсь, что у нас в России рано или поздно тоже будет такой уровень сервиса на каком-то хотя бы из маркетплейсов. Ну, понятно, что это, наверное, не будет касаться всех товаров, но когда ты покупаешь дорогой товар, там, например, не знаю, компьютерную мышку за 15 тысяч рублей. Ну, чтобы эту компьютерную мышку в каком-то виде хотя бы проверили, да, и сказали, что вот это оригинальная компьютерная мышка. Ну, или что-то с ней сделали. Или очки те же самые, это 20 тысяч проверил кто-то. Но, к сожалению, у нас пока этого не происходит. Кстати, у нас есть интереснейший канал с идеями для продаж на маркетплейсах, где мы каждый день публикуем интересные подборки товаров с комментариями, как их продавать и какие будут нюансы при продажах на маркетплейсах. Ссылка на канал будет в описании, обязательно подпишись. TikTok не потерял позиции в России за полтора года. У нас полтора года назад в России заблокировали возможность публикации контента и заблокировали возможность смотреть новый контент, если ты сидишь с территории России. Сейчас подвели статистику, посмотрели. Россияне 12 плюс лет проводят на сервисе 30% всего времени, а аудитория 12-24 года вообще лидирует. И доля времени, которую они проводят, 41% времени. Это больше, чем во ВКонтакте и больше, чем в Телеграме. В среднем суммарный сеанс у пользователей 67 минут в день. То есть больше часа в день пользователи проводят в TikTok. Самое интересное то, что большая часть аудитории продолжает потреблять старый контент. И лишь малая часть обходит ограничения с помощью различных ботов и модов. Есть два способа смотреть новый контент в TikTok. Первый это вытащить симку и поменять страну у себя в телефоне, которая у тебя по умолчанию стоит. Ты тем самым сможешь смотреть новый контент. Но так как каждый раз симку вытаскивать довольно большая проблема, то есть второй способ. Сейчас появилась куча модифицированных приложений TikTok. Вы можете набрать прямо в поиске мод для TikTok. Найдете и для Android, и для iPhone. Есть готовые инструкции, как скачать модифицированное приложение TikTok и спокойно смотреть его с территории России. Я вот сам себе установил. Просто невероятный кайф. Более того, мы снова возобновили съемки и публикацию контента в TikTok. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш TikTok. У нас там просто миллионы просмотров. Обязательно ждем вас в нашем TikTok. Сюда же про TikTok. TikTok расширил возможности по публикации видео. Теперь там можно фотоформат публиковать. И также можно публиковать видео до 10 минут. И моментально появились пираты, которые публикуют видео, контент, нарезая фильмы по 10 минут. Или фильм можешь посмотреть из 16 кусочков прямо в TikTok, никуда не выходя. Кстати, TikTok еще и более того, он продвигает длинный контент. Он его дополнительно сам продвигает. То есть, если у тебя ролики больше, чем 1 минута, он прям дополнительные тебе охваты дает. И ролики такие больше набирают охватов. Вообще, TikTok безумно крутая платформа. Если сравнить то, как работают алгоритмы во всех сегодня популярных сетях с короткими видео. А у нас в России это, давайте перечислим, ВКонтакте, клипы, YouTube Shorts, Дзен, Япи, TikTok. Еще что-то есть? И Instagram Reels запрещенное. Да. В общем, у нас куча социальных сетей. И если даже на примере нашего контента, а мы создаем еще раз очень крутые короткие ролики, обязательно подписывайся там, где тебе удобно. На всех этих платформах нас можно найти. И у нас там не только нарезки из подкастов, у нас там много интересных еще всяких роликов. Если мы посмотрим, как работают алгоритмы в каждой из этих соцсетей, то TikTok просто самый невероятно крутой. Дает рост, вот этот взрывной рост просмотров, как ни одна другая социальная сеть. Если мы посмотрим ВК-клипы, просто без слез не взглянешь. Яндекс.Дзен просто... Ну, ребята, чем вы вообще занимаетесь? Я просто не понимаю. Мне оскорбляй, Яндекс.Дзен уже не там. Там, просто там. Да, у Инстаграм реально тоже есть какой-то прямо интересный алгоритм, который продвигает эти ролики и так далее. Но давайте трезво оценивать. У нас в России сегодня, если ты являешься контент-мейкером, назовем это так, да, ты создаешь контент, и ты пользуешься только нашими российскими платформами, это провал. Ну, это просто реально ужасно. Потому что это на корню отбивает желание заниматься вот этим контент-мейкингом. Потому что если ты сегодня вот только захотел стать блогером, да, и такой попробую поснимать ролики ВК-клипы, например, да, и буду их выкладывать на российских платформах, где якобы у нас говорят, что больше всего аудитории, например, ВКонтакте. И ты хочешь снимать ВКонтакте клипы. И ты для себя даже поставил цель, например, снять 10 роликов. И ты выложил его во ВКонтакте, в Дзен, куда там еще, не знаю, в Однокласснике какие-нибудь, да. Сколько ты наберешь просмотров? Сколько ты аудитории увидит то, что ты сделал? Ноль просто. Ну, или давайте там вот эти 10 человек, которым покажут ВКонтакте твои ролики. И если ты то же самое сделаешь, там, не знаю, в ТикТоке, или там в YouTube Shorts, или в Reels, ты просто даже с нуля можешь невероятных просмотров набрать. Если это действительно стоящий какой-то контент, ты найдешь свою аудиторию. Результаты несравнимые. Наши ролики, которые в ТикТоке набирают миллионы просмотров, и даже в YouTube Shorts они действительно могут набирать тоже миллионы просмотров. Если мы зайдем во ВКонтакте клипы, 2000 просмотров просто. Максимум. Да. Как вообще? Не, ну давай, Яндекс.Дзен 11 тысяч. Это один ролик всего из десятков. В ТикТоке эти ролики набирают сотни тысяч просмотров, миллионы просмотров некоторые ролики набирают. Заходишь просто во ВКонтакте клипы, там, 12 просмотров, 24. Заходишь в Дзен, там, 300 просмотров. Ну, у меня вопрос. Неужели у нас в России столько много контента и контент-мейкеров, что прямо они заваливают вот эти платформы, там, такие как ВК-клипы и Яндекс.Дзен, да, что люди их не успевают смотреть? И у меня из этого вопрос. Либо у нас очень много контент-мейкеров, а я сейчас очень сильно сомневаюсь в этом, потому что большинство из них уехали, да, либо у нас настолько маленькая аудитория вот в этих Яндекс.Дзене и ВК-клипах, что там некому смотреть этот контент. Хотя, опять же, я потом периодически открываю там какие-то ролики в этих же ВК-клипах, а там миллионы просмотров. То есть, все-таки есть аудитория, это получается. Просто сами алгоритмы не показывают наш контент. Ну, тогда у меня вопрос к самой площадке. Ребят, это просто дно. Ну, вот честно, на сегодняшний день очень плохо. Прям невероятно плохо, если ты хочешь на российских платформах действительно продвигать свой контент. Пока очень все на таком плохом уровне, что, ну, никакого желания делать нет. Менеджеры Wildberries смогут оценивать работу курьеров и перевозчиков. Речь идет как раз про менеджеров, которые сидят на ПВЗ, и курьеров, которые каждый день, утром, днем и вечером доставляют товары и должны забирать коробки. В какой-то момент курьеры могут привозить сырые коробки, именно поэтому клиент там получает сырой товар и весь негатив высказывает менеджеру ПВЗ. В какой-то момент курьеры не забирают возвраты, делают еще что-то, ну, то есть они очень часто, так скажем, косячат. И, наконец-то, менеджеры смогут их оценивать. Вот, это прекрасная новость для менеджеров ПВЗ. Они хотя бы куда-то смогут писать свой негатив и высказывать какие-то претензии по поводу того, что товар приехал уже изначально сломанный. Такое часто бывает, когда привезли там какой-нибудь холодильник, и товар ставят прямо на ПВЗ вот так, бам, еще и ломают плитку. И это прямо ужасно. Вот менеджеры смогут высказаться. А я не понял, еще раз получается, что это менеджеры Вайлдберис? Ну, менеджеры ПВЗ, вот сидит сотрудник пункта выдачи заказов. Он видит, что к нему приехали. Подожди, то есть это не менеджеры Вайлдберис, это сотрудники ПВЗ? Да, сотрудники ПВЗ. А это партнерских ПВЗ? Всех. Они смогут оценивать работу курьеров и перевозчиков? Ну, наконец-то, хоть какой-то. Да, потому что мы прямо знаем, что вот там нам одна смена курьеров на нашем ПВЗ нравится, другая смена курьеров нас не устраивает вообще никак. Ну, как будто бы совершенно с разной компанией вы работаете. Вот, пожалуйста, можно как-то, наверное, через этот инструмент будет поменять и оценить. Ну, давай так, это же тоже не смена конкретная, это просто есть курьеры, это же тоже отдельные подрядчики, которые... Да, то есть вот отдельно на аутсорсе, какие-то люди нравятся, какие-то плохо работают. И раньше, если они плохо работают, там, допустим, у нас копились коробки там по 3-4 дня. Ну, просто там они бесплатно должны забирать коробки, Вайлберис им за это не платят. Такие, мы не будем забирать коробки, а у нас гора этих коробок, а мы обязаны их сдавать. Что, нам спланировать? Да, еще и места нету нифига в ПВЗ. Да, потом Вайлберис еще штраф напишет, что-то с вашего ПВЗ коробок давно не было. Ну, видишь, экосистема сама начинает так... Очищаться, все друг друга будут сейчас оценивать, так вот бурлить. Рано или поздно к чему-то хорошему это приведет. Опять же, нужно, как всегда, просто перетерпеть. Терпим, терпим. Следующая новость. Яндекс.Браузер начал генерировать субтитры для любых русскоязычных видео. Яндекс.Браузер научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке с помощью нейросети. Функция работает на любых сайтах, в том числе в соцсетях, на страницах телеканалов и в облачных хранилищах. Ее можно включить по кнопке в верхней части ролика. Наконец-то слабослышащие люди, которые не могут услышать наш контент, в том числе наш подкаст, смогут нажать на кнопку и насладиться. Я вообще считаю, что Яндекс это реально суперкрутая компания, которая делает очень классные, нужные вещи и прям во многом впереди планеты всей. Респект Яндексу, это прям очень крутая технология. Я уверен, прям в обозримом ближайшем будущем, опять же, для создания контента появятся невероятные удобные вещи, начиная от создания контента на разных языках. То есть спокойно реально можно брать наш подкаст и переводить его на все языки, да, и люди в других странах тоже, возможно, смогут его смотреть с интересом. Надеемся, да. Да. Ну и вот заканчивая созданием всякого текстового контента и так далее. Кстати, я вот недавно наткнулся тоже на бот в Телеграме, который бесплатно. Ты ему кидаешь ссылку на любое видео на Ютюбе, и он тебе в ответ присылает полностью расшифровку текстовую и краткое резюме, которое делает вот чат GPT, то есть краткое резюме этого видео по чекпоинтам. Невероятно круто. Особенно, когда ты хочешь посмотреть какие-то там научные видео или, например, образовательные какие-то видео, да, и оно, например, длинное, тебе некогда смотреть, ты просто закидываешь просто ссылку боту, и он тебе в ответ присылает. Блин, ну это невероятно круто вообще. Я бы, конечно, хотел, чтобы наш подкаст в какой-то момент, мы его загружаем, там, не знаю, на какой-нибудь Яндекс.Дзен, он такой, так, я, значит, написал его в текстовом формате, так, потом я собрал, у вас тут подкаст я разделил на 7 частей, это 7 статей в Яндекс.Дзен мы отправляем, картинки я сам нарезал к этим статьям, где вы это обсуждаете, вот у нас 7 статей, я также порезал его на шортики, такие маленькие контент, по 10 секундочек там по минуте, и вот у нас получилось там много форматов, один формат большой ролик, вот там 50 маленьких роликов, вот 7 статей. Сто процентов. По сути, ведь прямо сейчас уже маленькими инструментами, каждыми по отдельности. Да, ты можешь пользоваться. Да, уже можно такое сделать, то есть по факту, что делаем, берем какой нейросети, уже неважно, чат GPT, Яндекс.Дзен, да, пишем, напиши, пожалуйста, текст про, там, ну какой-нибудь, про маркетплейсы, как отгрузить первую поставку на маркетплейсы. Моментально он тебе выдает текстовку. Дальше, пользуемся следующей нейросеткой, озвучивание голосом. Загружаем этот текст, он тебе выдает голосом написанную текстовку. Дальше, создать видеоряд. Отдельная нейросетка, их пока мало, они так пока не круто работают, но в целом это, вот опять же, ближайшее будущее. Видеоряд под эту же текстовку. Все, вот у тебя готовый ролик, и ты его опять же делаешь, там, дистрибьюцию его, да, там, на все платформы. Я уверен, что скоро просто ты будешь говорить, сделай мне видео на тему, как сделать первую поставку на маркетплейсы, и он тебе будет выдавать готовые ролики, которые тебе достаточно будет просто загрузить на все платформы. 50% будут вот эти галлюцинации нейросетей в этом салоне. 100%. Будут наклеить маркировку сюда, туда. И этот контент будет неотличим от оригинального. Самая большая проблема, если, например, отмотаем 20 лет назад, отсутствие контента. Если ты 20 лет назад хотел заняться бизнесом, или, например, решить какую-то сложную задачу, куда пойти-то, книги, что ли, идти покупать, ну, то есть, реально, там, книжку покупать, как стать предпринимателем, например, да? Сегодня ты просто открываешь интернет, и такой, ну, типа, любой вопрос задаешь, и тебе приходит моментальный ответ. Если раньше была проблема в поиске информации, то теперь следующая проблема – это отличить правду от неправды, потому что информации настолько много, и надо как-то вот во всем этом хаосе из неправды найти и вычленить, ну, вот, ту достоверную информацию. Дальше вот эти все интеллектуальные помощники, они будут в это ударяться, так скажем. То есть, ты будешь выбирать источник максимально достоверной информации, ему доверять и оттуда потреблять контент, так скажем. Да, поэтому эксперты никогда не умрут. То есть, ты будешь следить, там, за 10 экспертами, мнению которых доверяешь, а не нейросетям, которые тебе генерируют все, что угодно. Ну да, да, и будут доверять, стараться людям. Хотя, опять же, подменить сейчас человека, мы уже поняли, что это вообще ерунда. То есть, уровень дипфейков такой, что через какое-то время, опять же, то, что мы прямо сейчас сидим и разговариваем на камеру вживую, мы пока вживую разговариваем, это не означает, что через год, ну, вот, полностью сгенерировать там меня для того, чтобы я разговаривал и озвучивал какой-то текст, и даже вот так руками махал, в целом никакой проблемы не будет. Уже, кстати, прямо сейчас даже у Сбера у нас есть отдельная услуга, они могут сгенерировать твой и визуальный аватар, и голосовой аватар. Условно говоря, вот то, что мы озвучивали сценарий, что тебе кто-то пишет текст, а потом каким-то голосом озвучивает, в принципе, уже прямо сейчас ты можешь, чтобы это твоим голосом озвучивалось. Никакой проблемы уже прямо сейчас нет. Просто пока это довольно дорого, но пройдет год, я уверен, что опять же будет просто какая-то приложенька, в которой ты там загружаешь 50 своих фраз, и она сама начнет генерировать. Айфон уже умеет, пока еще слышно, что это не ты. Умеет прям твоим голосом генерировать фразы? Да. Ну вот, в целом, я думаю, что это действительно через пару лет, это прям уже будет встроенная функция в iOS 25. На Озон появилась крутая новая функция закрепления лучшего отзыва в карточке товара. Теперь продавец за 20 рублей в день может закрепить отзыв, который вам понравился больше всего, выше всех отзывов, которые есть в карточке товара. Когда вам приходит крутой отзыв на ваш товар с фотографиями, может быть, видео они вкладывают, и еще там какое-то описание текстовой недостатки, преимущество, вы можете за 20 рублей его закрепить, и это будет, возможно, даже лучше, чем ваше описание, которое вы написали к самому товару. И 20 рублей звучит так даже дешево. Абсолютно. Опять же, вот Озон, мне нравится его политика по поводу отзывов. Что типа, блин, реально хороший отзыв может быть лучше, чем там какая-то. И более того, типа, хотите делать самовыкупы? Да ради бога делайте. Я вот тоже не вижу никаких проблем. И если ты еще и в отзыве можешь сделать классное описание, которое будет стимулировать клиента к покупке, да блин, не вижу никакой проблемы в этом. Буквально недавно читал на эту тему про крутой стартап, который как раз основан на отзывах, только на отзывах в видеоформате. Ну вот сейчас же люди там ходят в какой-нибудь ресторан, поехал куда-то на отпуск в какой-то отель и, собственно, там снимают обзор отеля, снимают обзор ресторана, какой-то еды. И, собственно, на этом прям построена вся идея стартапа, что ты там сходил в ресторан и снял прикольный там короткий ролик про этот ресторан или про эту еду. И ты именно в этом приложении публикуешь отзыв об этом месте. Тем самым формируется такой прямо целый гид, куда, в какие места можно сходить. И ты, выбирая место, ты не просто описание какого-то с карты смотришь, а именно отзывы людей в виде коротких роликов. Самое интересное то, что они прям провели исследование, что люди в отдельном приложении и именно вот в формате таких рилсов или тиктоков делятся отзывами в 13 раз чаще, чем в своих социальных сетях. То есть это удобно. Да, да. То есть вот у себя там в соцсетях оставлять какой-то отзыв о каком-то заведении, это какое-то, ну так, типа, что я хочу там показать кому-то что-то, да. А вот и чтобы другие люди, когда поедут в это заведение, да, то есть чтобы они вот обязательно мой отзыв прочитали, вот это прикольно. Вот, в общем... Ты прям меня на гугл-картах описал, я какую-нибудь штуку сфотографирую на гугл-картах, я обязательно к этому месту почти всегда прикреплю, но там автоматически практически это делается. У меня там сотни тысяч просмотров. Идея этого стартапа именно в том, что это такой некий тикток для ресторанов, кафе и так далее. То есть такой гид в виде тиктока. В общем, прикольная идея. Это был подкаст «Честно.Про». Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok